друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели я снова в строю и мы продолжаем разбирать ключевые фундаментальные события которые влияют на динамику финансовых активов как и обещал последние две недели вы не остались без информации мой коллега александр наконечный давал вам основные инфопосылы общий фундаментальный фон поэтому рассчитываю надеюсь на то что никаких пробелов вам не образовалась ну если что-то осталось недопонятым друзья ничего страшного мы продолжаем детализированно смотреть на новостной фон если есть какие-то вопросы обязательно пишите мне с большим удовольствием на них отвечу не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе оставлять ваши вопросы в секции с комментариями ну и конечно же не забывайте ставить лайки первое что хотелось бы отметить по факту моего возвращения спустя две недели мне приятно друзья констатировать тот факт что мы уже в 2021 году продолжаем работать с идеей тотальной слабости американского доллара то что мы видим сейчас в рамках американской экономики это все то что очень плохо для нее но параллельно это то что очень хорошо для продавцов от доллара я надеюсь вы все следили за новостными заметками за основными инфоповодами связанными сначала с выборами в конгресса в джорджии потом с событиями связанными с потенциальным импичментом трампом избранием окончательным байдена как все это отражалось на динамике доходности американских облигаций но самое главное что сейчас в сухом остатке друзья мы подходим к тому что байден уже беспрепятственно точно безоговорочно займет овальный кабинет и произойдет это 20 января байден придет в класть и с четким осознанием и с абсолютно полной возможностью реализовывать все экономические инициативы которые он ранее хотел делать потому что после прошедших выборов в джорджии мы точно можем сказать что демократы теперь контролируют обе палаты обе как бы секции конгресса и палату представителей и сенат поэтому никто не будет чинить никаких препятствий все те реформы которые он захочет реализовать он обязательно реализует если придерживаться сценария того что мы вот-вот начнем работать с политика байдена демократа мы четко можем сказать друзья то что мы на пороге еще более агрессивного стимулирования американской экономики весь конец 2020 года мы ждали когда же власти сша созреют опять же на анонс новых мер экономического стимулирования под самый закат 20 года дождались всем известного пакета на 900 миллиардов долларов который прежде всего что интересно было нам подразумевал выплаты единоразовые на 600 долларов всем американским домохозяйством но очень быстро стало очевидно что этих денег явно недостаточно я очень много делал отсылок на то что даже сам байден комментируя вот этот вот пакет финансовой помощи характеризовал его как авансовый платеж потому что он будучи не идиотом прекрасно осознает то что американской экономики нужно гораздо больше денег и экономисты которые его окружают убедили его в том что если он сейчас своим первым решением не даст экономике как раз еще более внушительных сумм ликвидности то а сша окажутся на грани экономического на коллапса он это прекрасно понимает поэтому друзья обращаю ваше внимание что в пятницу когда прошло довольно эмоциональное выступление байдена мы получили как трейдеры четкую установку того что первым его решением будет введение нового пакета финансового помощи на триллионы долларов и хорошая новость сейчас для продавцов скорее всего эти меры он анонсирует на своей пресс-конференции в этот друзья четверг я не оговориться поэтому у нас как минимум по хронологии событий ближайших дней есть очень серьезный фундаментальные поводы события которые мы должны ждать если их американский президент 46 американский президент джо байден который займет повторю овальный кабинет с 20 января анонсирует меры экономической помощи на триллионы долларов как это отразится на динамике доллара я надеюсь все эти заявления все эти комментарии все те реакции которые мы уже видели на финансовых рынках и прежде всего опять же то что доллар сейчас остается уязвимым финансовым инструментом вы все друзья понимаете то что новый приток денег особенно суммы там в 2-3 триллиона долларов это конечно же очень серьезная причина ставить на снижение курса американского доллара почему 2-3 триллиона долларов потому что как мы помним демократы топили за то что нужно согласовывать единоразовые выплаты на две тысячи долларов соответственно сейчас американские домохозяйства получили только 600 долларов как минимум ждем еще 1400 друзья отсюда и такая серьезная а сумма я абсолютно уверен в том что эти деньги американская экономика получит потому что судя по тем макроэкономическим данным которые мы анализируем в последние недели мы начали этот год с отчета первого отчета по non-farm perils друзья я обращаю ваше внимание на конкретные цифры которые мы сначала увидели по версии дипи потом уже по версии официальной статистики мин мин труда сша non-farm perils посмотрите на эти цифры это не просто какой-то скромный прирост это сокращение которое явно указывает на то что американская экономика и власти за это ответственны потеряла целый квартал восстановления которое могло бы помочь ей более удачно начать двадцать первый год и все из-за того что американские власти три месяца пытались согласовать пакет финансовой помощи и в итоге сделали это слишком поздно байден не хочет наступать на те же самые грабли дважды поэтому не будет травить байки о том что мы сначала выделим еще 500 миллиардов посмотрим как на отклик домохозяйства и рост потребительской активности на то как это повлияет на роничные продажи на активность промышленности и сферу услуг байден понимает что если он сейчас действует не будет только первому концу первого полгода 21 года ситуация будет еще хуже потому что друзья даже несмотря на наличие вакцин которые вроде бы как эффективны от всех штаммов ныне известных корона вируса мы видим то что ситуация с к видом в мире остается довольно удручающей и в отдельных регионах сейчас мы поговорим про англию действуют а новые общенациональные локдауны которые в конце концов скорее всего очень сильно повлияют нам затяжной тотальный спад и на самые мрачные перспективы экономического роста касательно американской экономики друзья я обращаю ваше внимание что если вам принципиальные цифры вам интересные конкретные показатели откройте экономический календарь и вы убедитесь в том насколько плохо сейчас обстоят дела с на рынком труда и только по этой причине только потому что рынок труда это один из основных драйверов роста американской экономики можно сейчас сделать вывод о том что деньги о которых я говорил вот это финансовая помощь от государства она необходима и она обязательно придет кроме того нам известна позиция фид резерва который по факту прошедшего заседания на прошлой неделе в очередной раз дал четко нам понять что на ставки будут оставаться низкими потому что джером пау который сейчас все-таки сохраняет за собой поста председателя фрс а дал четкую установку того что ставки останутся низкими как минимум ближайшие два три года мы это прекрасно знали и до этого потому что знаем как действует фрс и знаем то что изменение монетарной политики возможно только в том случае если мы увидим улучшение экономической конъюнтуры но этого сейчас не происходит поэтому друзья 21 год я думаю что будут отдельные ролики которые я посвящу непосредственно перспективам того же самого доллара на конец этого года но сейчас я предлагаю вам обратить внимание на то что мы работаем с по-прежнему очень плачевной плохой ситуации с ковидом у нас есть четкое понимание того что 46 президент сша байден анонсировав новые меры экономического стимулирования реализует эти обещания и примет пакеты финансовой помощи в самые ближайшие дни у нас есть четкая установка того что фрс не будет менять монетарную политику и оставит ставки низкими течение длительного периода времени у нас есть слабая макроэкономическая статистика и у нас есть понимание из всего того что я сейчас сказал то что американские облигации будут оставаться на довольно низком уровне я предлагаю не обращать внимание на последний рост показателя доходности это опять же реакция трейдеров до конца еще но непонятно почему опять же мы увидели рост показателя американских долговых бумаг доходности как реакция на вот эти неопределенности связанные с передачей власти и согласованием новых мер экономического стимулирования но в конце концов все будет расставлено на свои места я абсолютно уверен то что американские облигации будут испытывать прежние трудности поэтому по баксу друзья ждем возвращение ниже 90 пунктов и я снова напоминаю вам про цели от джипи моргана и от сити что американская валюта бакс индекс доллара в рамках двадцать первого года потеряет больше десяти процентов идея продажи индекса доллара не обременена никакими слопами поэтому на те кто раньше друзья сомневался стоит ли ставить на шорт или нет сейчас у вас есть возможность сделать это открыть позицию может быть именно продажа индекса доллара в двадцать первом году станет самый перспективный и интересный инвестор идеи соответственно по факту слабости доллара я по-прежнему ставлю на рост рисковых инструментов до конца года до того как я ушел непроложительный отпуск друзья я рекомендовал вам дожимать австралийца новозеландца тех кто придерживался моих рекомендаций закрыли эти позиции по take profit новые сделки обязательно будут дальше евро у нас остается в арсенале европейскую валюту мы покупаем фунт как вы знаете я продаю особенно после того как власти англии ввели третий общенациональный локдаун который продлится до середины февраля и я возможно одним из первых стал ожидать какие меры будет на принимать банк англии в ответ на вот эти общенациональные ограничения и карантин ну конечно же я имею ввиду возможность ввода ключевой процентной ставки на отрицательную территорию короче по фунту друзья я сохраняю короткую оппозицию ну а по остальным идеям раскачаемся по ходу предстоящих пяти дней опять же детализируем общий новостной фон и я уверен то что друзья вы вместе со мной поймете как действовать дальше на этом собственно все хорошего вам торговой недели всем пока